Андрей Сафронов. Доклад на тему. Попытка создать модели разума, мозга, души и духа. Уфолог, спелеолог и путешественник. Ну да, исследователь аномальных явлений, аномальных зон и биолокаторщик, или там как американцы называют даузер. Ну и, скажем так, смежные направления. Значит, я на что хочу обратить ваше внимание. Значит, очень много споров по поводу того, что такое душа, что такое разум, что такое дух, ну и материя и так далее. Значит, информация. Проблема в базовых определениях. То есть вот эти как раз важные слова не могут до сих пор определить. Зачастую идет переиначивание смыслов. Вот, то есть один, например, человек воспринимает, что такое разум, одним образом, а другой вкладывает другое определение. То же самое в отношении слов материи там, ну и так далее. Вот, значит, я попробую подойти несколько, вот с какой стороны. Значит, несколько лет назад в свое время по телеканалу «Наука» показывала, ну была интересная тема по искусственному интеллекту. Вот, там, собственно говоря, разыгрывалось как бы несколько вариантов. Ну, скажем так, рассматриваясь несколько магистральных направлений вот в этой области. Ну, то есть одно направление, которое всем известно, это именно нейросети. Вот, то есть не надо вам объяснять, что это такое, в общем-то. Вот, то есть тогда это только начиналось, как бы сейчас это уже в более продвинутом виде. Вот, но там же в этой передаче говорилось об исследованиях разума в другом аспекте. То есть, например, на основе фрактальных резонаторов. Вот, причем, что интересно, значит, подробности я опять-таки не буду говорить, но вот интересная вещь. Когда говорят об искусственном интеллекте, то совершенно не рассматривают, условно говоря, некий синтетический аналог мозга, мозга, причем не статичный, это не так, что на 3D принтере, например, распечатали точную копию мозга, который похож на настоящий, но он не работает, он статичен. Вот, а дело в том, что настоящий искусственный интеллект, по сути дела, это аналог мозга человека или животных, ну, таких высокоорганизованных, причем, которые построены по принципу фрактальных резонаторов, вот, причем динамических. Вот, что очень важно. То есть, и вот как раз именно на эти вещи внимание не акцентируют, и более того, ну, в научно-популярной литературе или, допустим, в телепередачах, вот, скажем, именно этот аспект не рассматривается. Вот, значит, чтобы вам более понятно было, значит, что я хочу сказать, вот рассмотрим пример фрактальной графики. Вот, на самом деле это действительно аналог мозга, скажем, высокоорганизованных животных. Особенность вот такого рода фракталов в чем заключается? Значит, во-первых, они, скажем так, сильно разветвленные. Само слово фрактал вообще означает, ну, исходит от латинского слова фрактус. Это сильно разветвленные. Вот, но дело в том, что математик Мандельброд, который ввел этот термин, он имел в виду нечто другое. То есть, существует очень много самых разных разветвленных структур. Например, если посмотреть там береговую линию океана, например, или, например, бывают сложные, ну, допустим, формы растений, там, плесени, допустим, шерсть животных, это тоже, это сильно разветвленные вещи. А вот именно то, что ввел Мандельброд, как математика, это принцип самоподобия. То есть, когда, условно говоря, некий базовый алгоритм, вот, во фрактальном множестве, воспроизводится на разных масштабных уровнях. Вот это очень важный момент. Вот, причем более того, хотя вот этот, как бы, снимок фрактала, ну, синтезированного на компьютере, дает некий мгновенный слепок, это аналог тому, как вот если бы, условно говоря, был какой-то прибор, который мог бы снимать, например, показания мозга, вот, но в единицу времени. То есть, не в динамике, как мозг работает, там происходит изменение структур, а именно вот мгновенный слепок, мгновенная фотография. То есть, вот, по сути дела, здесь вот именно вот эта картина. Вот, значит, еще что можно вот про такие фракталы сказать? Значит, во-первых, когда запущен некий алгоритм, когда, условно говоря, запускается, скажем так, некая базовая конструкция, но на разных масштабных уровнях, значит, все это вместе начинает работать, ну, скажем так, начинает обладать удивительными свойствами. Вот, какими? Ну, во-первых, то, что, значит, вот, рассмотрим с точки зрения взаимодействия с волнами. Дело в том, что если вот взять на этой картинке, вот, посмотреть линейные отрезки, пусть даже криволинейные, вот, и, допустим, представить себе, что это некий фильтр в проекторе, вот, происходит, условно говоря, некий поток волн, причем разных частот, соответственно, разных длин волн, то получается, что вот фрактал обладает очень важными резонансными характеристиками. То есть он, условно говоря, волны начинает сортировать по определенным длинам и, скажем так, и по частотам. То есть это очень важный волновой преобразователь. Это вот первое свойство. Значит, второе свойство, значит, опять-таки применительно к волновым конструкциям, такая фрактальная структура обладает качеством фазированной решетчатой антенны. Вот, но, к сожалению, в массовом сознании, ну, скажем так, понятие фазированная решетчатая антенна ну, не очень прижилось, мало из людей кто знает. Почему? В частности, потому что фазированные решетки, ну, и вообще антенны на основе фазированных решеток активно применяются не только, скажем, в гражданских отраслях, но и в военных. То есть, если, например, посмотреть, допустим, различное, допустим, телекоммуникационное оборудование, то есть даже вот есть охранные системы, построенные по принципу фазированных решетчатых антенн, вот, радиолокационные станции, это именно военные, собственно говоря, военное применение такой техники, вот, поэтому, как бы, обычные люди, ну, кто не связан вот с подобной деятельностью, они вообще про эти вещи не знают. А дело в том, что тайны мозга нельзя понять именно без понимания принципа именно сортировки волн с помощью фазированной решетчатой антенны. Вот здесь как раз очень четко она присутствует. Почему? Значит, во-первых, потому что вот различные линейные отрезки, которые присутствуют, вот на примере такого фрактала, они, во-первых, в разных направлениях, и, более того, если это объемная картина, они еще могут быть в разных плоскостях. То есть получается, что такая структура не просто обладает динамическими свойствами, она начинает улавливать волны определенных характеристик, а волны могут нести какую-то полезную информацию. Это очень важно. Вот, причем, более того, значит, когда такая структура сильно разветвлена, то на ней могут отображаться даже какие-то визуальные изображения, которые волны на себе переносят. То есть вот уже ключ к пониманию того, как мозг способен мыслить. Вот, кроме того, значит, вот такого рода структуры фрактальные обладают еще очень важным свойством когерентности. Вот, значит, про... Когерентность объяснишь что-то. Да, значит, это, условно говоря, согласованность волн. Ну, то есть если есть дифракционная какая-то решетка у нас, то, значит, волны, которые через нее проходят, они, скажем так, определенным образом организуются и дальше начинают звучать как бы в унисон. Но я даю сейчас неточное определение. То есть желающие могут посмотреть именно учебники физики, вот конкретно, вот, где описаны когерентные волны. Вот, но там очень важен принцип согласованного действия. То есть когда, условно говоря, у вас идет исходный поток разных волн, вот, но попадая, проходя через фильтр вот какой-то решетки такой, а фрактал тоже обладает свойствами, пусть это не примитивная дифракционная решетка, как в учебниках физики. Лазера когерентного излучения и свечащего на голограмму, проявляющего голограмму. Ну, это да, это... Голографический вид под действием когерентного излучения. Да, это, кстати, один из вариантов, собственно говоря. Ну, так ему скрывает. Да, лазер, действительно, это, скажем так, не просто, когда у нас какой-то источник света на основе, допустим, разных волновых конструкций, а когда волны организуются определенным образом. То есть это именно источник когерентных волн. Вот. И, кстати, за счет этого эффект достигается намного больше, чем если бы шел широкополосный поток волн, допустим, той же, ну, скажем, энергетической интенсивности, но не когерентной. Вот. Это очень важный момент. Вот другой еще пример когерентных волн, вот я покажу. Значит, это вот защитное устройство. Вот. Фирму-изготовитель я называть не буду, я не рекламирую, значит, никого. Но, значит, это действительно очень, значит, важная вещь в таком методологическом плане. Значит, объясню. Когда на основе, скажем так, определенных знаний по сакральной геометрии с помощью вакуумного напыления некоторых материалов, в частности, золота, на поверхность наносится очень сложный рисунок, и именно создается эффект когерентных волн. Вот это очень важный момент. Правда, скажем так, некоторые исследователи называют это тоже фракталами, потому что это изломанные, скажем так, сильно изломанные конструкции. Но на самом деле, если понимать понятие фрактал, как это понимал математик Мандельброд, то это скорее не фрактал. Значит, потому что здесь нет принципа самоподобия на разных масштабных уровнях. Но, тем не менее, вот, скажем так, такая дифракционная решетка обладает очень интересной особенностью. Если, условно говоря, пропускается какое-то излучение, ну, например, радиоволны, вот, СВЧ-излучение, вот, то обладает защитным свойством. То есть, например, если сюда попадают какие-то патогенные излучения, то за счет эффекта когерентизации, расщепления на другие дополнительные гармоники, меняются именно частотные характеристики, а заодно и характеристики по длинам волн, и опасные излучения перестают быть опасным. То есть, например, вот такие устройства имеет смысл использовать как защиту, например, от излучения сотовых телефонов. В каком диапазоне, ты считаешь, вот это защищает тебя? Ну, это не в любом диапазоне, безусловно, но, по крайней мере, в области дециметровых волн, на которых работают сотовые телефоны, я поясню, там, значит, одна из частот соответствует размеру, вернее, так, если брать длинный волн, значит, некоторые из них совпадают, например, с размером головного мозга человека. Вот, то есть, по сути дела, вступают в резонанс. И если еще учитывать дополнительные гармоники, то получается, что, в общем-то, наш мозг вступает в резонанс с излучением вот таких устройств. Это не только сотовые телефоны, это могут быть и рации, работающие в дециметровом диапазоне, ну и разные другие устройства. Вот, как ни странно, вот такие устройства, хотя видно, что там, скажем так, по длинным волнам, если смотреть, это, значит, миллиметры, сантиметры, тем не менее, они все равно оказывают, в общем-то, расщепляющее воздействие на исходное патогенное излучение и, в общем-то, людей защищают, пусть не полностью. Это мало похоже на фракталы вот эти вот. Нет, так я правильно, я объяснял, что это фракталы в таком понимании обывателей, как сильно разветвленная структура, но Мандельброд как раз такие вещи, ну, не считал фракталами, а скорее вот фракталы в понятии Мандельброд – это не просто сильно разветвленные структуры, а именно самоподобные на разных масштабных уровнях. Вот это очень важный момент. Но дело в том, что если вот мы применим подобные технологии, например, золотого напыления, но, например, по фрактальным алгоритмам мы можем добиться еще более сильного эффекта, уже в других диапазонах волн. То есть, возможно, такие устройства и делаются, я не знаю, я как бы не связан с изготовителями, но это было бы логично сделать. Надо идею дать изготовителя вот такие. Я думаю, что наверняка кто-то это делает. Это просто чисто логически вытекает из знания механизма, вот как это работает. Вот. Теперь, значит, что я дальше хочу сказать. Значит, мы уже определили, что вот подобные, значит, фрактальные структуры способны не только сортировать волны, а способны передавать именно важную кодированную информацию. Например, в виде образов. Вот. Но человеческий мозг построен намного сложнее. Вот. То есть, я описал только топологические принципы строения мозга людей и животных. Вот. На самом деле, значит, обратите внимание, что у мозга людей вот нет вот таких вот как бы концов выступающих. Вот. То есть, мозг упакован плотно. То есть, и обтекаемо, и более того, находится в подвешенном состоянии в жидкой среде. И он именно динамичен. То есть, это фрактал, который еще работает в динамике, работает постоянно. Вот. Причем, организм человека, по сути дела, причем и грубое физическое тело, и тонкие тела, они, по сути дела, работают на обслуживание головного мозга. Но не только. То есть, разум содержится не только в мозге, но и в других структурах. Но, по сути дела, организм, это не просто скафандр. Значит, но он еще... Разум содержится не в мозге. Нет, в мозге тоже. И в мозге, и не только в мозге. Назовем так. Вот. Но организм, по сути дела, это как обслуживающий завод. Вот. Или, скажем так, ну, именно обслуживающее предприятие для того, чтобы, в частности, мозг мог именно нормально функционировать, как динамический фрактал. Вот. Теперь дальше. Значит, в принципе, в природе существуют и другие мозгоподобные структуры. Вот. То есть, топологическое подобие можно найти, например, у каких вещей. Например, если разглядывать некоторые грибы, там, грибницу, плесень под микроскопом, то там можно обнаружить вот подобные какие-то концы. Вот. Кстати говоря, в этом плане грибы – это, по сути дела, тоже разумные существа, но у них разум просто работает, ну, несколько по-другому и в другом частотном диапазоне, и, главное, по другим временным характеристикам. Но дело в том, что, например, есть морские кораллы, вот, именно наросты, вот, которые вот построены тоже зачастую по фрактальным алгоритмам. Вот. Да, там тоже другие временные параметры, но кораллы – это тоже, по сути дела, разумная структура. Вот. Кроме того, есть даже вот такие гибридные формы жизни. Например, вот среди грибов такой ежовик коралловидный. Он напоминает как коралловый нарост белого цвета, ну, с таким желтоватым оттенком, даже скорее кремово-розоватым, на пеньках деревьев и иногда просто на поваленных стволах деревьев. Кстати, недавно, в общем, закон приняли, ну, скажем, не только вот этот гриб внесен в Красную книгу, а запрещен сбор. Ну, потому что он разумный. Ну, я думаю, что законодатели вряд ли об этом думали. Они исходили из того, что эти грибы достаточно редко встречаются. Хотя это не совсем так. То есть, в определенные годы я такие грибы встречал достаточно часто. Вот. Но вот что интересно, что вот эти грибы, которые имеют именно коралловую структуру и именно напоминают вот такого рода фрактальные резонаторы, а скорее всего ими и являются. Значит, во-первых, я обнаружил такую вещь, что они подселяются не случайно, не на любых поваленных деревьях, а, например, в определенных местах, которые являются местами силы. Причем не просто силы, а тоже с определенными кодировками. В частности, я приведу такой пример. В Подмосковье, я не буду называть место, есть, скажем так, одно место, где недавно на деньги нового русского был построен православный храм и при нем детские лагери. Ну, проходят православные, собственно говоря, там какие-то семинары, сессии вот именно для детей и подростков. Вот. Так вот, что интересно, что по периметру, вот, собственно говоря, этой зоны выросли вот эти вот грибы и ежовики коралловидные. А дело в том, что там территория убирается только внутри, условно говоря, вот этого периметра, да, а снаружи там прошли ураганы, повалило лес, там много поваленных деревьев. И вот, что интересно, на поваленных деревьях, именно почти по периметру вот всего вот этого лагеря, вот выросли эти грибы и ежовики коралловидные. Ну, то есть, я не считаю, что это простым совпадением и что там просто благоприятные условия для их произрастания. То есть, явно, это как будто вот кто-то понатыкал датчики, которые, ну, видимо, следят за этой территорией. Причём это каждый год происходило, ну, за исключением вот последнего лета. То есть, вот почему-то вот ближайшее лето они не выросли. Посмотрим, будет ли следующий. Лето, которые соберут по периметру эти грибы, совершат обряд чёрной масли. Нет, ну, это, Слав, ну, это уже другая тема, мы, как бы, сейчас касаться не будем. Вот. Но дело вот в чём. Значит, когда я разглядывал вот такие коралловые грибы, то я обратил внимание вот на какую вещь. Я вспомнил такой термин «промывка мозгов», вот, который, причём я именно буквально это вот воспринял. Потому что дело в том, что там собирается труха, вот, действительно, вот представьте себе проблему вот у вас. Вот у вас, допустим, не плоскостная, а какая-то объёмная фрактальная структура подобного типа или подобная кораллам, и она на себя собирает пыль, и при этом не находится в жидкой среде и не омывается жидкостью. То есть, не происходит процесс естественного самоочищения. И вот возникает действительно проблема, вот, как условно говоря, не нарушив целостность, особенно вот таких концевых фрагментов, собственно говоря, очистить такую структуру от грязи. А на некоторых вот этих ежовиках, коралловидных, там очень толстый слой, в общем, всякой пыли там собирался, и вообще вот этой древесной трухи, вот, ну и так далее. То есть, вот тоже вообще интересная вещь. Вот, так вот, отсюда я делаю какой вывод? Что, вот смотрите, значит, кораллы живут в воде, они водой регулярно омываются, очищаются, условно говоря, промываются. А вот, например, если вы посмотрите, например, среди растений, среди животных, ну, допустим, да, среди растений можно найти фракталоподобные структуры, но обычно они живут не очень долго. То есть, они долго не сохраняются, например, если это листья, они там опадают, ну, к следующему сезону вырастают новые. Часто, например, такие фрагменты бывают у цветков. Вот, то же самое, цветы, это недолговечная структура, то есть, тоже они вянут, опадают. А вот, обратите внимание, что мозги людей и животных, они таким образом собраны. Во-первых, они находятся в защищенной оболочке, ну, да, вот кактусы, вот, кстати... Это не кактус, это капуста, разумная капуста романеста. А, ну, может быть, но... Идеальный фрактал в природе. Да, ну, да, покажи тогда на камеру. Это вот тоже пример. Что, по сути дела, мозгоподобные структуры встречаются в природе достаточно часто. Просто мы не всегда на них обращаем внимание и не всегда о них знаем. Можно считать, что это искусственный мозг? По сути дела, да, но... Это идеальная фрактальная объема. Да, но здесь надо понимать такую вещь, что такая структура, во-первых, может жить не очень долго. То есть, если мы говорим о думающем мозге, да, значит, он должен жить в течение какого-то, ну, практически значимого периода. Это один момент. Второй момент. Они могут жить совершенно по другой шкале времени. То есть, например, их мышление для нас может казаться сильно заторможенным. Но, тем не менее, я считаю, что в какой-то мере можно сравнивать, в общем-то, и с мозгом высокоорганизованных животных, и человека в том числе. Вот. То есть, как бы, вот основной темой я коснулся. Но вот тут дальше начинаются проблемы. Значит, дело в том, что я, например, считаю, что чтобы мозг мыслил, там недостаточно того, чтобы он был как бы правильно упакован, мог функционировать в определенной волновой среде и еще в определенной шкале времени. Вот. Еще должен работать по определенным алгоритмам и должен работать целый организм на его обслуживание. Вот. Но при этом важны еще и другие вещи. Дело в том, что, как, значит, информация, которая должна в нем перерабатываться... Да, еще такой момент. Я забыл сказать, что ученые недавно все-таки доказали, что мозг это приемопередающее устройство. То есть, он не является, собственно говоря, генератором мысли, ну, в том понимании, как это понимали вульгарные материалисты, ну, там, в 18-м, в 19-м, даже в начале 20-го века. То есть, мозг работает именно как приемопередающая антенна. То есть, именно и на прием, и на передачу. И вот, когда я рассматривал тему фрактала, это как раз вот пример именно вот такой антенны. То есть, он может и принимать сигналы, и, значит, перерабатывать их внутри себя, и каким-то образом транслировать во внешнюю среду. Единственное, зависит от материала. Ну, например, здесь вот картон, и, допустим, нарисовано полиграфическими красителями, они, может быть, ну, не являются таким совсем подходящим материалом для того, чтобы вот эта система работала. А вот если, например, какие-то другие материалы будут, значит, и тут я уже иду от биологии. Дело в том, что известно, что мозг человека и высокоорганизованных животных работает, кстати говоря, ну, условно говоря, на двух контурах. Один контур – это именно как электрический прибор, то есть, именно он электропроводен, пропускает электрические заряды через себя. Вот, то есть, тем самым работает именно как антенна, именно в таком классическом понимании, хотя и очень сложная антенна по топологии. Вот, но с другой стороны, значит, мозг состоит не просто из каких-то, скажем так, белковых молекул, и там, кстати, жировые молекулы, то есть, скорее, там больше даже структура именно сложных жировых, именно макромолекул, именно полимерного строения. Вот, белковые структуры там тоже присутствуют, но они присутствуют, ну, там разная функция, в том числе... Кущественные женщины всегда умнее худых, потому что у них больше жировой ткани в мозгу, а на боли у меня. Слав, ну, я бы сейчас не стал вот так обобщать. Вот, значит, я хотел обратить внимание на другое, что белковые структуры с точки зрения химии работают там в качестве эмульгаторов, потому что жир в воде не растворяется, а, допустим, подобрав определенный состав и структуру именно сложных жировых полимерных макромолекул и добавив определенные белковые полимерные макромолекулы, можно, условно говоря, заставить, ну, жир, например, в виде эмульсии находиться в воде. Ну, вот типичный пример молоко. Вот, но дело в том, что можно это организовать и по принципу жидких кристаллов. То есть мозг можно рассматривать так же, как жидкокристаллическую, заэмульгированную структуру, которая плавает именно в жидкой среде. Вот это тоже очень важный момент. И, наконец, мозг еще можно рассматривать с точки зрения, значит, оптиковолоконного кабеля. То есть это оптический проводник. Ну, он, конечно, искажает, ну, то есть, ну... А как в эмульгированной структуре возникают оптеволоконные структуры? Подожди, Слав, ну не перебивай, я вот сейчас это описываю. Значит, объясняю. Значит, наверное, вы знаете про оптоволоконные кабели, которые передают световые сигналы. Вот. Но дело в том, что некоторые ткани человека, ну и животных, особенно которые выглядят как полупрозрачные, и в том числе, собственно говоря, мозга, они тоже обладают, ну, конечно, не идеальной оптической проводимостью, но тем не менее. То есть они являются именно как проводниками и световых волн, и волн в других... И свет тоже фигурирует, свет ходит. Ну, да, и не только световые волны, то есть и в других, значит, диапазонах электромагнитного спектра. То есть и инфракрасные волны, и СВЧ излучения, вот, и даже там в ультрафиолетовом спектре. Ну, то есть, получается, вот если собрать вот все те вещи, которые вот я разложил по полочкам, вот, да, еще принцип голографичности, вот, когда часть обладает свойствами целого, но это отчасти вот связано именно с фрактальным принципом, то вот и получается, что уже мозг способен оперировать определенной информацией в виде каких-то образов, а также в виде кодов. И если мозг отрегулировать определенным образом именно в структуре времени, то, получается, можно, условно говоря, и передавать достаточно быстрые образы. Правда, есть определенные ограничения у человеческого мозга, ну, и связаны с ними зрения. Глаза, кстати, это вынос мозга, по сути дела. Вот, то есть, например, там... Женщина выносит, правда, нам мозги. Ну, это ладно, ладно. Сейчас про женщин не будем, там, особенно политникорректные высказывания. Вот, я просто, значит, что хотел сказать, что, например, у человека есть реакция, допустим, на смену образов где-то 1,3 секунды. Кстати, что интересно, что у фотоаппаратов, вот, старого типа, у которых фото вспышка, вот, она рассчитана была вот тоже, собственно говоря, на этот временной интервал. Это не просто так. То есть, именно исследуя, собственно говоря... Короткие импульсы, да? Да, короткие импульсы. А, например, у муха... Из этого компота, вот, фрактально-резонансных, фазированных решеток и голографического, все вот это вот компот, вот этот вот, и среда, скажем, жировая эмульсионная среда, как из всего этого компота создалась некая структура. И кто это, вот, скажем, выкрестывали за структуру, что она начала жить и думать как мозг? Я думаю так, что... Потому что все мы можем не кидать, но это не будет мозгом. Значит, я поясню. Я думаю, что мозг – это именно продукт биоконструирования. А вы знаете? Были внешние конструкторы, но... А вы знаете? Ну, неважно, в данном случае кто. Ну, это сейчас не тема нынешнего доклада. Так коснуться. Но я хочу сказать другую вещь, что, скорее всего, Вселенная стала развиваться не по тому механизму, как это описано, типа большой взрыв, а, скорее, если говорить о взрыве или о неком лавинообразном процессе, то, скорее всего, была в эфирной структуре какая-то затравка исходная. Вот, а дальше ее кто-то запустил по алгоритмам самоподобия, и дальше в эфире стала выстраиваться вот подобная структура. То есть, я дополню, был сначала эпицентр духовного взрыва, а потом уже пошло многообразие материальных форм. Да, то есть кто-то должен был заложить некую затравку, а потом запустить вот этот лавинообразный процесс самоподобия. В начале было слово. Да, по сути дела. Ну, вот волна, да, акустическое колебание, можно понимать как угодно. Кстати говоря, тут тоже сложный вопрос, потому что в начале было слово, это перевод на русский язык с греческого варианта Библии, а в древнегреческом языке там использовался термин логос. А логос имеет до 20 смыслов, и это не только слово, и не только некая информация, вот, а логос это в том числе тороидальная структура. Нет, не просто волна, а именно вот тороид, сейчас я покажу, это уже относится скорее к теме души, вот, вот, типа, вот типа тороидальной структуры. То есть в начале был тороид. Вот, а дело в том, что обратите внимание даже на примере вот данного фрактала. Здесь вот четко видно, значит, развертка по спиральным алгоритмам, дело в том, что если вы возьмете трубчатый тор, вот, по типу этого, посмотрите сверху, наблюдатель сверху, как он будет раскручиваться. Вот, если не сбоку, вот, не в поперечном разрезе, а сверху, то, условно говоря, маркером пометите его, то он будет именно в пространстве развертываться по принципу ракушки. Вот, причем, более того, это по принципу логарифмической спирали. Вот, то есть, поэтому в природе очень часто встречаются именно спирали, вот, именно, вот, логарифмические, в частности, спирали Архимеда. И, кстати, здесь она тоже присутствует во многих алгоритмах. Вот, теперь, далее. Значит, на что я хотел обратить ваше внимание, что, значит, часто мозг путают с душой, вот, и никто не знает вообще, что такое разум, и вообще сознание, и что такое душа. То есть, каждый дает разное определение. Вот, значит, для решения этих проблем я предлагаю такой подход. Есть вот носитель информации, а есть, условно говоря, та информация, которая на него записана. И, соответственно, вот, например, для профессиональных психологов я считаю так, что, например, если заниматься настоящей психологией, заодно и спиритологией, вот, и пневмологией, это другие греческие... А не имитацией? Да, не имитацией. Типа психологического эксперимента, когда... Нет, я беру настоящие, значит, то надо, первое, значит, рассматривать, что такое душа с позиции носителя, а носителем является именно, значит, некая тороидальная структура, то есть, это может быть классический трубчатый тор на основе окружностей, которые вокруг своей оси проворачиваются, но это могут быть и более сложные продвинутые структуры. Ну, я сейчас не буду именно подробно об этом говорить, вот, об этом я доклады ранее читал, вот, но важно, чтобы тороидальная структура была устойчивой, нераспадающейся, и она является тем двигателем, который запускает остальные процессы, в том числе и в отношении человеческого мозга, то есть, на мозг работает, собственно говоря, не только сам человеческий организм, его грубое физическое тело и тонкие тела, но и работают тороидальные структуры. Вот одна из моделей духа и души человека, это из книг Вселенского, это такой достаточно интересный человек, значит, он свою школу основал, Вселенский Евгений Николаевич, вот, собственно говоря, вот его модель души человека, это скорее структура атмана, это биополевые структуры, видно разные контуры, то есть, это когда разные тороиды вложены друг в друга, по принципу матрешек, причем именно это одноосевые тороиды, то есть, они по одной оси, но очень важно, что в районе головы человека и самой головы и над головой существует еще вот такая тороидальная структура, то есть, она дополнительно подпитывает мозг, и, кстати, влияет даже на то, о чем человек думает. своего рода такая в виде летающей тарелки, напоминает. или нимб, который видно на русском. Да, значит, я поясню, вот даже на вот этом примере, это взято из книг Друнвала Мельхиседек, это американский физик и контактер, значит, там очень важный момент, что, ну, он обрисовал полное тело света человека, то есть, это биополевая структура вокруг тела человека, вот, но если человек с очень сильным биополем, вот, то получается вот такой трубчатый тор при больших скоростях и высокой плотности и высокой мощности, он трансформируется в летающую, форму летающей тарелки. Вот, кстати, такая форма поля людей встречается у людей, например, у которых, ну, биополе больше 20 метров. Вот, ну, например, мне встречалась одна женщина, у которой поле было 200 метров, то есть, именно вытягивается в форму летающей тарелки. это действительно вот такая... Она может резать поле других людей, как болгарка. Нет, она не режет, но действительно взаимодействует. То есть, она сама объясняла, что, например, в любом помещении ей очень тесно, в любой комнате, вот, в метро ехать тоже, как бы, ну, то есть, получается, она своим полем охватывает огромные пространства. В горы ходят? Нет. Вот так в горы ходят. Вот, то есть, пространство именно слишком, ну, ее стесняет. Вот. Но это, скорее, я говорю об исключениях, потому что такого типа людей, ну, достаточно мало. Обычно у людей поле пробитое, оно, скорее, напоминает форму яблока или даже не совсем. Вот. часто оно вот вытягивается вот в такую эллипсовидную структуру, причем у здорового человека поле должно быть симметричным, вот, а когда оно пробито, то зачастую может принимать форму груши или грибы, например, ну, как вот шляпа вокруг головы и, например, сужение к ногам. Я вот грушевидное в основном поле видел, это оно сдувается, как мягкое, да, 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 и вот вся энергия на нижние уровни стекается. У всех по-разному. Как правило, груша, она вот более-менее раздута на низкочастотных вот этих нижних чакрах, а верхние чакры, они очень обидные. А бывает наоборот, когда, например, человек очень умный, у него наоборот вот непроходимость определенных энергий именно на нижние чакры и в конечности, то есть у таких людей, например, могут быть травмы ног, причем это прописано именно в полевой структуре. Половая функция очень придавлена, нету легенда. Ну не обязательно. То есть все в мозг ушло. Не обязательно, но по крайней мере вокруг головы у них действительно контур напоминает шляпку гриба, а к ногам идет наоборот утоншение. Причем еще и форма может быть не обтекаемая, а с какими-то пробоями. Причем пробои напоминают вихревые воронки. Причем устойчивые. Вот. Но вот тут мы как бы перешли от темы собственно говоря мозга и разума к теме души. Ну, значит, про мозг и разум я еще хочу добавить, что когда мы говорим про разум, значит, часто не рассматривается два аспекта носителя разума, это мозг или мозгоподобная фрактальная структура, вот, и не рассматривается зачастую, скажем так, та кодировка, которая написана вот на этом носителе. Вот. То есть, если мы говорим слово разум, то скорее надо понимать под этим, значит, кто-то понимает мозг, ну, в разных культурах, народах, есть и такое, понимаете, что разум тоже не может быть не мозгу. Хотя это не совсем, нет, но есть такие культуры, вот, но тут надо отделять. Вот есть носитель информации, а есть сама информация. И вот то, что, например, изучают... Фактически в революции во Франции гильотинирование это отделение сознания от носителя. Ну, Слав, я не буду сейчас там про всякие негативные такие вещи. Вот. Но я хотел обратить внимание, что получается под разумом надо понимать и то, что, условно говоря, та информация, те коды, и также именно в динамической работе их, то есть в виде процессов мышления, вот то, что запечатано именно на носитель в виде мозга или мозгоподобной структуры. Вот. И под словом разум можно понимать и сам процесс мышления, а также сами феномены. То есть в обобщенном понимании, то есть не конкретно, а там, допустим, разуму конкретного человека. А если говорим о разуме, то это еще как некий объединительный феномен, связанный с процессами мышления головного мозга. Вот скорее вот так еще понимать. это не мозг вот это вот на картинке, что мозг это многоуровневый в синапсах идут электрохимические процессы и синтезы белка. То есть эта структура фрактальная в мозгу, она живая, она перескроется. Нет, так я об этом говорю. А вот это статично. Это статично. Она не думает вот это. Это не думает. Это я об этом говорил, что это именно мгновенный слепок. И это не мозг же, то, что хвостики-то там. Нет. Это тоже. Вот они тоже важны являются. Просто я говорю, мозг человека сконструирован более грамотно, чтобы не было выступающих частей, например, как у кораллов или там у кактусов. Да, чтобы не цеплялось и чтобы, условно говоря, там не было проблем стирания пыли, там убирания грязи и так далее. То есть в этом плане... Обтекает. Иначе появляется пыль и накопление томасической энергии и идет процесс инволюции. Слав, 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 там не только... И человек превращается в человека, залезшего на пальму, но уже с хвостиком. Нет, о том... Слав, давай так. Вот, например, как загрязнения влияют на фрактальные структуры, это отдельная тема. Я еще до конца ее не проработал, я только как бы этой темой коснулся. Вот это действительно проблема определенная. Вот, бывают ли такие, скажем, такого рода нарушения именно в топологии человеческого мозга или нет, я не знаю. То есть, условно говоря, там речь идет не об инородных телах, которые могут попасть, ну, в жидкость, в которой плавает мозг, а, например, кристаллизации или какие-то еще процессы, условно говоря, попадания инородных тел самоформирующихся. Ну, то есть, одно из таких, скажем, явлений, это, я знаю, рак головного мозга, такое есть. Вот, но с раком это отдельная, значит, отдельная тема, да, это не тема сегодняшнего доклада, вот, а я хотел обратить внимание вот на другую вещь, что действительно, вот существует определенная проблема, что когда у вас сильно разветвленная структура, то, получается, ее трудно обслуживать, хотя бы даже вот уборка грязи с нее, и достаточно трудно даже поддерживать, ну, в работоспособном состоянии. Вот, то есть, это тоже очень важный момент. Вот, теперь дальше, вот чтобы вот это все работало, для этого должен быть двигатель. Вот, в качестве двигателя является тороидальная структура. У человека это, собственно говоря, биополевые структуры в форме тороидов. Вот, причем, часто, собственно говоря, любой кодированный тороид, с моей точки зрения, является душой. Вот, и повторю, даже не кодированный тороид, то есть, просто вот в чистом виде тороид, тоже является душой, потому что отсутствие кодировки, это тоже кодировка. А бывают души не тороидальные? Я думаю, так, в других кузырях жизни или в других реальностях. Слав, вопрос хороший, я считаю, что нет, потому что такие структуры будут саморазрушаться, то есть, одна из особенностей тороидальных тел, то, что они самоподдерживающие. То есть, да, теоретически можно создать какую-нибудь вращающую турбину. автоколебательный процесс идет. Да, причем подкачка идет именно эфирной субстанцией. То есть, важно, что если мы запустим любую другую вращающую структуру, те же пропеллеры, там, какие-нибудь турбины, то они все равно зависят от внешних источников. Они сами себя не поддерживают. А вот здесь именно особенность самоподдержания. То есть, это, по сути дела, является двигателем. Альтернативный вариант тороидов души, скажем так, по типу грибницы, сетевая структура по типу грибницы, но не тороидальная? Нет, она все равно содержит тороиды, хотя бы на уровне каких-то атомов. Например, те же макромолекулы полимеров состоят из атомов. Соответственно, там тороиды присутствуют по-любому. Здесь Васюкова сидела. Вот. Значит, да, потом я еще на что хотел обратить внимание. Вот именно напомню применительно к теме души. Дело в том, что многие не знают, что это такое. Вот, я покопался в разных источниках, разных культур народа. Было. Нет, я коротко напомню. В данном случае я считаю, что наиболее адекватно представляет собой модель именно ведическая, взятая из индуистских систем, а также теософских систем, правда, с некоторыми поправками. Дело в том, что в ведических системах, в частности в шиваидских, а также вишнуидских, там не рассматривается душа как тороидальная структура. Кроме того, вот, в свое время выступал Ельчинов, например, на основе данных контактеров Секлитова и Стрельникова, значит, я так хочу сказать, что их концепция души правильная, нет, души правильная, но там изъято упоминание о тороидальных носителях, то есть там как бы описаны некие информационные или кодирующие характеристики, причем достаточно интересно описаны, но без носителя, то есть есть негласный запрет на знания о тороидах, вот, и, значит, я хочу уточнить, значит, существует с точки зрения ведического знания как бы несколько видов душ, значит, один основной это джива или дживатма, значит, это микрообъект, который проецируется в сердце любого человека, размеры, размеры, там порядка 10 минус 6 степени метра, вот, но проблема в том, что этот объект не имеет трехмерной проекции, поэтому никаким, даже самым точным прибором его уловить невозможно, вот, это душа джива, она обладает рядом характеристик, я не буду говорить каких, я об этом читал доклад от ранее, но хочу сказать, что вот, собственно говоря, понятие жизни единица, это относится, или кодировка, это некий паспорт души, относится к дживе, скорее, то есть, еще я хочу добавить, вот, души бывают, условно говоря, пронумерованные, как бы, условно говоря, которые внесены в книги судеб, вот, и души, которые, как бы, не сертифицированные, не пронумерованные, не внесенный в книги судеб. Как контрафакт с Малой Арнаутовской Ну, там не обязательно, там некоторые не знают, некоторые не знают, что создают контрафакт, дело не в том, важно другое, что вот как раз джива несет именно, своего рода, некий паспорт на, именно, конкретного, например, человека, или там, высокоорганизованное животное, вот, а вот дальше, то, что вот здесь вы видите, это структура атмана, вот, это именно, структура биополевая вокруг человека, вот, даже частично, там можно определить с помощью аппаратов Кирлиан, даже вот те, кто работает методом биолокации, да, 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 кто работает методом биолокации, например, границы поля, например, можно, его отправили на... например, с помощью биорамок можно определить границы поля человека, давно, да, вот, ну, то есть, по сути дела, это уже путь к измерению души, но, понятно, что не полному, полностью нельзя, это только некоторых характеристик, и не более того, значит, кроме того, душа, это не только тороид, а это еще и определенные кодировки, которые вписаны в тороид, то есть, условно говоря, вот эти структуры тонких тел человека, это же тороидальные тела, значит, я насчитал 17 контуров, включая, скажем так, ну, это по типовому проекту, включая грубое физическое тело человека, ну, и защитные оболочки, вот, соответственно, кодировки, вписанные вот в каждое из этих тонких тел, сейчас я не буду подробно разбирать, вот, так что в этом плане, так же, как и разум, это вещь конкретная, и душа, это тоже, с моей точки зрения, вещь конкретная, не размытая, то есть, это специально в массовом сознании размыли этот термин, чтобы никто не понимал, что это такое, вот, ну, я заканчиваю, ну, про дух я сейчас не буду говорить, ну, дух тоже бывает кодированный, не кодированный, там это отдельная тема, связанная с душой, в том числе, вот, ну, я думаю, что, вот, те, кто меня прослушал, хотя бы могли разобраться, ну, на каком-то таком элементном уровне, вот, именно разобраться в этих понятиях, вообще, что это такое, как это работает, хотя не до конца, просто из-за нехватки времени, так, что после лекции Андрея, путем троидального кодирования у людей усложнились фрактальные структуры сознания и головного мозга, но главное, чтобы они могли протирать, и пыли было на них меньше. Вовремя промывать мозги. И главное, правильно промывать без ущерба для самих мозгов. Вот что важно. Так, Грузия поезд.